За последние пять лет на социально значимых объектах произошло 18 пожаров, по 7 в учреждениях образования и здравоохранения и 4 на объектах культуры. Самая частая причина возгорания – неправильная эксплуатация электрооборудования. Для профилактики пожаров в этом году сотрудники МЧС провели 185 проверок социально значимых учреждений и выявили более 700 нарушений пожарной безопасности. Вот наиболее часто встречающиеся. Загромождение эвакуационных путей и выходов различными материалами и оборудованием. Эксплуатация светительных приборов без предусмотренных конструкций клопаков, плафонов. Несвоевременные замены, перезарядка огнетушителей, ограничение доступа к огнетушителям и пожарным кранам. По итогам проверок административной ответственности привлечено 80 должностных и 11 юридических лиц на сумму более 500 тысяч рублей. Сейчас неисполненными остаются более сотни предписаний. Меньше всего предписаний в отношении учреждений культуры – всего два. Однако в этом году эта сфера – одна из наиболее пострадавших. Напомню, в конце июня в регионе произошло сразу два крупных пожара – во Владимирском драмтеатре и в ДК в Гусь-Хрустальном. В связи с этим Департамент культуры усилил меры противопожарной безопасности. Совместно с представителями обслуживающих организаций проведены комиссионные проверки работоспособности и обслуживания автоматических систем. Проверено наличие и поверка первичных средств пожаротушения. В этом году уточнены документы пожарной безопасности на объектах. Проведены внеочередные дополнительные занятия и инструктажи с обслуживающим персоналом, охраной. Заботятся о противопожарной безопасности и в учреждениях образования. К слову, в этом году из областного бюджета на это выделено более 18 миллионов рублей. Из них 10 миллионов планируется потратить на модернизацию системы автоматического пожаротушения. В том числе планируется замена тех систем АПС, которым уже больше 10 лет. В этом году планируется, что заменят АПС в 170 школах, 138 детских садах и 16 учреждениях дополнительного образования, в том числе муниципальных. По итогам обсуждений, руководителям департаментов рекомендовано устранить все предписания Госпожного отзора до 1 сентября. А при подготовке к новому учебному году обратите особое внимание на исправность систем пожарной сигнализации, системы оповещения и эвако-выходов, а также провести тренировочные эвакуации. Анна Столярова, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».